Военный удар России обрушил показатели украинского сельскохозяйственного экспорта. К примеру, за последние два года продажа молочных продуктов снизилась на 13%, сахара на 7%, кондитерских изделий на 5%. Динамику роста показал разве что рынок мяса. С 2013 по 2015 плюс 32%. Россия на протяжении долгих лет была основным покупателем нашей продукции. Сейчас мы видим колоссальное падение экспорта по кондитерским изделиям, шоколада, сыра. Сейчас основные потоки экспортной продукции из Украины идут в страны Азии, Африки, Европа. Так, сыр, который фактически первым стал жертвой торговых войн с России, новых покупателей нашел в Молдове, Казахстане, Египте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Фокусироваться лишь на европейских рынках не стоит. Многие уже ощутили, кто экспортировал только в Россию. Что такое концентрироваться лишь на одном рынке? Мы не должны повторять ту же ошибку. Поиск новых рынков для экспорта украинских продуктов продолжается. Наша страна планирует укрепиться на азиатских рынках и продавать свои товары в Индии, Японии и Южной Корее. Привлекательны для Украины и Средний Восток, Северная Америка и Южная Африка. Также наша страна планирует предложить зарубежному рынку новую продукцию. Спрос на органическую продукцию в Европе растет бешеными темпами и уже не только в Европе. Чеснок, я думаю, по прогнозам в следующем году у нас будет намного больше производства чеснока, поскольку в этом году очень сильно взялись и очень многие уже в хозяйство посадили тот же чеснок. Содействие малому и среднему бизнесу в Украине оказывают международные инвесторы. Так, Европейский банк реконструкции и развития предоставляет грантовую помощь. Предпринимателям помогают привлечь консультантов для выхода на внешний рынок. Чтобы стать участником такого проекта, бизнес должен быть на рынке более двух лет и показывать динамику развития. Наша компенсация при привлечении украинской консалтинговой компании составляет 50-75% стоимости чистой консалтингового проекта, но не более чем 10 тысяч евро. Когда привлекается международный эксперт, наша грантовая помощь может составлять до 90% стоимости такого консалтингового проекта. Украина экспортирует свою продукцию в 180 стран. За 10 месяцев текущего года предприниматели заработали 10 миллиардов долларов. В топе наша страна остается по продаже зерна. В прошлом году иностранцы купили 39 миллионов тонн. В нынешнем ожидается увеличение еще на 2 миллиона.